15 лет и правящая партия. Верите ли вы в такие прогнозы? Каковы ваши личные? Мой личный опыт показал, что не обязательно включать административный ресурс, например, не пускать оппозиционных кандидатов в школы, что уже происходит, больницы для агитации и так далее. Эти все учреждения закрыты. Не обязательно включать другую систему лживого подсчета голосов, которая была дискредитирована в последних федеральных выборах. Мы знаем, что против голоса уже заведено административное дело. Это организация, которая наблюдала за выборами. Можно включить последнюю технологию, что было уже на выборах, подкуп самих избирателей, когда они топами, ничего не понимая, за какие-то небольшие деньги голосуют за того кандидата, который нужен. Я не верю в то, что эти выборы ближайшие будут конкурентными, потому что это невыгодно. Это просто невыгодно политической элите.